Как, у вас производительная коммерциализация и верно ли это, что рабочий собственник своей рабочей силы? Это два разных вопроса. Вы сняли какой-то вопрос? В конечном варианте таблицы я написал один только. В таблице, да, а в группе было в дереве. Все понял. Имейте право, пожалуйста. Я написал только, какие мне интересны. И имеете право, пожалуйста. Один. Один. Который? Производительная ли коммерциализация я? Да. Да? Да. Четвертый вопрос. Это коварный вопрос. Я вам точку не помню. Если вы не против, я буду рассматривать коммерциализацию технологий. Чуть погромче. Но если вы не против, я буду рассматривать коммерциализацию технологий. Ну, чего угодно, какая разница, хоть селедки. Важно, что коммерциализация – это берете чего-то, которое не продается. И как-то ухитряетесь, значит, что-то с ним сделать так, чтобы что-нибудь продать. Ну, например, коммерциализация технологий. То есть здесь вообще задачей коммерциализации является повышение мощности производительных сил общества. — Чего еще раз? — Повышение мощности производительных сил общества. — Нет, задача чего? — Задачей коммерциализации технологии. — Задачей коммерциализации, по-моему, является коммерциализация. Не надо усложнять или премысливать. Коммерциализация будет помысливать. Задачей распила является распил. — Ну ладно, будем рассмотреть. — Хотя есть технология распила. Конечно, да. Коммерциализация – это в первую очередь проект. Может, проект, а может нет. Я не знаю, что это такое, поэтому я готов согласиться, но имейте в виду, что мы к этому вернемся. То есть мы, имея нечто, должны… Во-первых, мы просто имеем знание, например, о каком-то предмете и должны наладить его производство и заставить его продаваться. Заставить его продаваться. Сделать так, чтобы он продавался. Заставьте селедку продаваться. Пусть плывет и продается. То есть мы должны создать структуру отношений. Слушайте, вы же физтех? Да. А говорите опять как философ. Смотрите, перед вами только что говорили, что производительная сила – что такое? Берите силу из природы и делайте так, чтобы она для вас что-нибудь производила. А в этом смысле производительная ли коммерциализация? Вы сразу сказали, что это вы меня так стартно спрашиваете. Ведь производительность применяется к силам природы в определенной ситуации. А что, коммерциализация растут на деревьях? Почему вы сразу не спросили и доверчиво стали отвечать на этот вопрос, как будто этого ничего не было. Потом вы приписали коммерциализации бог знает что и совсем сделали свои задачи сложной и безнадежной. Я вам на помощь прихожу. Вы как физтех подходите к этому вопросу. Здравый смысл, строгость постановки, учет только что данных ответов. Тогда объясните нам, что такое коммерциализация и почему к ней применима производительность. И потом уж после этого говорите. В каком смысле она производительной силы, например? Может быть или не может быть. Или наоборот скажите, что она не может быть. Мы там с блинной сравнили, к примеру. Да, блинная. Коммерциализационная. Точно так же. Две стоят избушки. Блинная и блины какой-то в коммерциализации. Производительная может быть что-то, что производит. Что производит коммерциализация? Коммерциализация производит нам добавочную стоимость на реализацию блинов. Производит стоимость? Ну стоимость же это мера чего-то. Это мера производительности. Ну скажем. Просто отдадим отчет себе. Она производит меру производительности. Ну не меру, она должна качество произвести. Сложновато. Какое качество она производительности произвести должна? Я бы не стал тут уж в словах так копаться. На уровне здравого смысла. Итак, первое. Почему мы говорим о ней, как будто она природная сила? Вода производительна, когда вы не опустили в мельничное колесо или турбину. Воздух производительна, когда вы под него подставили охлаждаемый лоб или вентилятор, придеванный динамом машине. А коммерциализация когда производительна? А заодно, когда она не производительна? Давайте я залипну пока. Залипну. То есть понимаете, если вам задали вопрос, и вам непонятен, вместо того, чтобы а. фантазировать, что мы имели в виду, мы ничего не имели в виду, кроме того, что сказано. б. ограничивать его так, как мы не имели в виду, то есть приписывать этому вопросу ограничения, в нём не содержащиеся. Вы просто постарайтесь вопросов смотреть как таковой. И тогда, если вам непонятен его смысл, давайте вместе уточнять его. Либо вы уточняете его за нас, либо вы требуете, чтобы мы уточнили вопрос. Это допускается. Но тут не надо фантазировать. Это же не урок политэкономии, социализма или маркетинг. То есть мы рассматриваем коммерциализацию, как некоторый процесс, в результате которого мы получаем прибыль? Мы готовы с ним согласиться. До какой-то степени. В отчасти прибыль. Не обязательно, но... Хотя, если вы возьмёте закон Осколкова, там коммерциализация определена так, что понять ничего невозможно. И это беда. И из-за этого вырастают проблемы с отбором проектов. Потому что непонятно, есть там коммерциализация, нету, и кто оценивает потенциал. Я предлагаю подвиснуть, перейти к следующему, а Марку подумать. И позавернуться к ним. Обдумайте вопрос. Артур, пожалуйста. Свобода собственности или свобода от собственности? Да, это вопрос у вас. Да, здравствуйте. Чебатков Артур. Спасибо. В новом варианте я выбрал вопрос свобода и собственности, что является следствием чего. Ну, это вроде как... Давайте так скажите. А это что, другой вопрос? Другой. Из нашего списка? Да. А, хорошо. Ну, то я имею в виду, что слова похожие, но вопросы абсолютно разные. Так что выберите, какой из них. Там свобода собственности или свобода от собственности? Да. Вы выбрали другой вопрос. Ну, свобода собственности. С похожими словами. А вы какой хотите? Почему-то они одинаковые и... Еще раз. Какой вопрос хотите скажите? Прочитайте. Номер. Ну, ладно, выберу тогда. Скажите номер. Скажите, что вам хочется. Номер скажите, чтобы я не забудался. Ну, свобода собственности и свобода от собственности тогда. 20-й. Да мы не имели в виду вас заставить. Ну, хорошо, если вы вернулись. Но вы выбрали другой вопрос. Но вы просто сказали, что он другой и готов слушать его. Как он формулировал? 20-й был заявлен. Сейчас вы хотели его поменять. Можно поменять. Менять. Только скажите, на какой номер? Или скажите, как звучит, если нет таблички? Ну, он звучит свобода и собственность, что является следствием чего. У нас есть такой вопрос? Да, где-то был. А где он? Какой номер МТ? Коллеги, у кого есть список вопросов? У нас с вами. Ищем вопрос. Не вижу где он. Врать там был. 40-й. 40-й, а у меня 30-й. Хорошо, вы имеете право сформулировать ваш вопрос, мы его записываем. А потом, если вы найдете. О, как соотносит собственность к свободе. Отлично. 28-й. Вот это, да? Что является следствием чего? А, вот. Что является условием чего? Вперед. Так, ну, первое, я хотел сказать то, что буду рассматривать свободу в контексте отношений, и отношений, не отношений там между людьми, а именно производственных отношений, то есть отношений по поводу собственности. Значит, у нас собственность – это совокупность отношений по поводу этой собственности. Значит, когда человек… Собственность – совокупность отношений по поводу этой собственности. Ну. Не придираюсь, но что-то в этом такое нефистеха, скорее. Масло масляное, хорошо. Ну, я хотел этим сказать то, что когда человек, скажем, приобретает собственность, то он вступает в отношения с собственниками, с другими. Ну, да. Вот. И что со свободой? И тем самым у нас, получается, возникает вопрос, кто является главным – отношения или человек? То есть, ну, да. Не дожидаясь, могу точно сказать «человек», просто из самых общих враждебных. Ну, я попытался… Не в кассу, так что там же условия не «человек» и отношения, а «свобода» и «собственность». Молицы являются условием чего? Условием, условием. Собственность без свободы не могло быть или свобода без свободы? Мы не спрашиваем, что круче, мы не спрашиваем, что там величественнее, там, трансцендентнее. У нас тупые вопросы, а они касаются… Условия. Причем наследственная связь? Касаются производства самых земных вещей и зарабатывания денег, конечно, в счете, да. Мы не претендуем на философское смысление в рамках данного курса. Наш вопрос проще, понятнее, конкретнее. Не уплывайте, пожалуйста, в вопросы об ипостасях абсолюта и так далее. Мы это вне рамок готовы обсуждать. Свобода – великое слово. Здесь речь идет о свободе собственника или свободе производящего, а не вообще о свободе. Ну, то есть, объяснение того, что человек раб отношений производственных, не является ответом на вопрос, да? Что, что? Человек? Ну, то, что человек является рабом производственных отношений. К рабому? Ну, это можно пообсуждать, но хотелось бы понять, рабом в каком смысле. Хочется, чтобы вы из метафоров все время переходили на конкретные примеры. Ну, в том плане, что… Приведите пример. Скажем, человек… Я бы сказал так, может быть. Человек… Частью производственных отношений. Скажем, да. Может и не быть. Честно. Удовлетворение своих потребностей. Так. Вынужден вступать в отношения. Типа? Ну, приведите пример. Ну, скажем, когда человек рождается, его там регистрируется. Он вступает в отношения. Ну, это не он вынужден заявить меня, это родители вынуждены. Ему-то еще… Ну, скажем так, да. Ну, а из своей жизни попроще. Ну, из своей вы вынуждены вступать в какие-то отношения? Ну, конечно. То есть, для того, чтобы мне… Ну, то есть, например, рабочему обеспечить себя едой. Он вынужден получать профессию. И после этого он вынужден работать, выполнять какую-то однотипную работу. То есть, вы хотите сказать, что вы пришли на физтех, потому что вам надо обеспечить себя едой. И когда вы закончите физтех, вы будете вынуждены совершать однотипную работу. Вы всегда на себе проверяете. Ну, лично… Стас ваших подтверждений. Лично я нет. Меня интересует и вы, а не рабочий абстрактный. К тому же, таких уже и нет. У вас в жизни есть пример того, где ваша собственная, как вы говорите, нужда заставляет вас быть рабом каких-то производственных отношений? Ну, конечно, есть. Вы думали там помягче, но смысл был, чтобы было понятно. Ну, как образ, да. Быть не… Вступать в те производственные отношения, где вы не свободны. Делать свободу. Скажем, чтобы… Жертвовать своей свободой. Я должен вступить в отношения там с… ну, то есть, получить прописку, вступить в отношения там с какой-то администрацией. Так. Вот. И, скажем, например, я это вынужден делать. То есть, это не зависит от того, хочу ли я этого не хочу. Если я этого не хочу, то и жилья у меня не будет. Так. Вот. В этом плане, ну, получается, я не свободен относительно этих отношений. Ну, вы не свободны относительно любых отношений, но есть такое отношение, вот возьмем все-таки собственник пресловутого Лексуса, вы, конечно, не свободны, но люди почему-то стремятся в них вступить. Потому что сейчас вам совершенно не надо идти сюда, зайти на заправку, вам достаточно зайти в кафе, а так вам придется зарулить. Потом, если у вас там передняя стойка какая-нибудь там слегка течет. Вот. Поэтому… Или бензин кончился, или врезались. Люди стремятся. Или полис ОСАГО и стекла, вы забыли. Человек часто пытается, ну, то есть сам добровольно выбирает не свободу, скажем, в отношении между людьми. То есть если бы… Ну, ну, так вот в чем тезис, кратко очень. Как соотносится собственность к свободе и что является условием чего? Ну, получается… Грубо говоря, значит, чтобы обрести свободу, нужна собственность. Очень многие люди так считают. Или наоборот, чтобы обрести собственность, нужна свобода. Потому что если ее нет, я не могу. Или наоборот. Ну, вот какие отношения? Вот простые отношения между ними категориями. На примерах. Желательно на своем опыте, чтобы не заплывать в абстрактных рабочих, которых никто не видел здесь много лет уже. Ну… Мне кажется, я привел пример, когда я вступаю в отношения не по своей воле, чтобы удовлетворять свои потребности. В этом плане я считаю то, что несвобода является следствием собственности. Ну, таким образом. Да, но вы вступаете в них не по своей воле, но зато вы знаете, зачем вступаете. Вы по своей воле идете туда. Ну, я считаю то, что это уже другая свобода. Так. О, уже хорошо. А сколько есть свободы? Свобода второго рода. Хорошо. Я согласен. Ну, то есть, а я как раз вначале сказал, что рассматриваю именно свободу в контексте этих отношений. То есть… Поближе микрофон держите. То есть, кто главнее отношений или человек в таком контексте? Я, получается, не свободен. Ну, можно со собственником, не будучи свободным? Давайте нижний уровень посмотрим. Что такое, кто главнее, то все равно что спрашиваете, кто зеленее, бензобак или колеса? Не главнее, мы ищем… Главнее цветов… Мы ищем причину-следственную связь, условию, условную связь. Обуславливаемую. Обуславливаемую. Является ли свобода условием для собственности? Помощь зала? Залипание? Свобода первого уровня. Вы сказали, свобод бывает несколько, согласен. Есть ли такая свобода некого уровня, который является условием для собственности? А, ну да, согласен. То есть… А если согласен, то пример. Например, я хочу… Я вступаю в отношение… Ну, то есть, когда я покупаю машину, вступаю в отношение там со многими организациями, там с автосервисом, с ДПС и… Вот. Тем самым… С теми, где деньги заработали, не забудьте. А? С теми, где деньги заработали, вы тоже вступали. Или украли. А, ну да. Или украли. Вот. Тем самым я обеспечиваю себе другую свободу, свободу, скажем, передвижения, свободу езды на машине. То есть, в этом плане я свободен, и эта собственность дала мне такую свободу. Ну, относительно отношений я не свободен. Относительно отношений я не свободен. Не, я не смеюсь, я просто пытаюсь понять смысл этих слов. Мы решаем простой, очень важный вопрос. Значит, у него есть и философский слой, и просто человеческий. Он состоит в том, что, если вы хотите просто абстрактно быть всегда свободным, лучше вообще ни с кем не связаться. А может, интересно, послушайте, что получится. Ну, тогда будет… Пример. Русская народная частушка. Богачу-дураку день и ночь не спится, бедняк гол, как сокол, поет веселиться. Тогда, вроде бы, получается. Исходя из этого. Если вы хотите быть совершенно свободным, вы тогда будете абсолютно без собственности. Но тогда опровергаю… Как-то песня «Я свободен». Не имея никакой собственности, вы точно не свободны попасть на фестиваль авторской песни без гитары, или на туристический слёт без джипа, или без оснащения, в горы без горных лыж. Только красть придётся. То есть вы, будучи свободным от чего-то, лишили себя собственности, и поэтому сразу закрыли себе путь в свободное общение с собственниками, потому что они вас при всём желании. Я считаю, что, чтобы быть свободным, не обязательно отказываться от собственности. Надо просто стать выше неё. То есть овладеть этими отношениями. Ну окей, а, например, что такое стать выше её? Все хотят стать выше? Например, если говорить о собственности, то, например, предприниматель стоит выше отношений. Я всей душой на стороне вас как философа, но мне хотелось бы конкретных примеров. Стать выше собственности – хорошо говорить, когда у вас эта собственность дофига. Вам скажут, чёрт, вот я сижу в прямом эфире, вы выступаете. Я такой злобный, бывший рабочий, она не безработный, начитанный. Я вам тоже придираюсь словам и говорю, это ты там нахватал собственность, теперь ты говоришь стать выше её. Мне бы там квартирку, какую-нибудь машинку хотя бы в БУ. Я тогда порассуждаю. А вы наши вникнете в положение. Вы нам даете собственность. Имеется в виду не иметь собственность, чтобы как-то ей управлять, а конструировать отношения. То есть для этого, ну то есть ты будешь являться собственником в плане определения, но не в плане там обычного какого-то бытового мнения. То есть у тебя нет этого завода, но ты строишь отношения по поводу этого завода и тем самым являешься как бы его собственником. То есть рассматривать своё как чужое и чужое как своё. Умоляю вас, ребята. Вы можете быть философами, я как философ в своём согласен, но имейте в виду, что вокруг вас сидят нормальные люди, и я надеюсь, мы с Юрий Александровичем тоже. И хотелось бы все эти вещи немедленно переводить на нормальный бытовой уровень, на уровень примеров. Вы говорите, мы хотим конструировать отношения. Это мы на рамках нашего курса об этом говорим. Найдите такого человека на улице, который хочет конструировать отношения. Он скажет, чего? Или скажет, идеи конструируй, а я вот хочу там, не знаю. Но он пока не знает, что хочет от него. Во многом знание, много печали получается. Залипаем? Могу помощь зала взять. Есть помощь зала, только коротко. Ну, даже если было бы совершенно по делу и сразу по-понятному. Ну, можно, да? Я тебя перебил. И представиться. Меринов, Стас, Фистех, Факи. Ну, если коротко, ну, как бы, вот, был вопрос свобода, да, и собственность. Мне кажется, тут есть еще какой-то третий подпункт. Это право собственности. Вот. Ну, например, пресловутые… Там полно подпунктов, и это тоже есть, да. Ну, это один из самых важнейших подпунктов, на мой взгляд. Они просто искренне в это верят. Я думаю, что они такие же люди, как и мы, и надо к ним прислушать. Ну, вот, если взять в качестве примера пресловутый Лексус, например, вот у моего папы есть Лексус, и права собственности принадлежат ему. Вот. Но этим Лексусом управляю я и доверенностью… Вы, случайно, не на нем приехали? Нет. Ну, управляете? Да, но управляю. А чего же вы говорите, что право собственности принадлежит? Как минимум, право пользования оказывается… Я говорю, что право собственности принадлежит мне. Право собственности, как раз… Вы сказали, ему. Да, ему. Ну, а как же? А сами сказали, что право пользования вам… А право пользования мне. Ну, так крыша не едет? Нет, подожди. Итак, право собственности принадлежит ему. А одно из этих прав, если говорить юридическим языком, пользование и распоряжение владения, принадлежит вам… Да. Что да? Ну, подождитесь… Так вы разберетесь, папе или вам… Автомобиль оформлен на отца. Я не знаю, на кого. Это еще третий вообще, на кого он. Ну, значит, собственником является он. Нет, не значит. Почему? Юридически. Ну, потому что вы говорите, я им пользуюсь. Юридически, да, но в этом шизофренизм. Слушайте, потому что юридически он не мобильный. Слушайте, ну, если я звоню по мобильнику, то у кого сомнение, что он мой. Пока я звоню. Ну, если я езжу на машине, она моя. У вас он, может быть, если это не ваш мобильник. У гаишника есть возражения, когда вы пользуетесь? Если у меня есть доверенность. Ну, да, конечно. У него есть возражения, чтобы высадить, прекратить ваше пользование? Значит, он признает эту часть собственности, это право собственности за вами. Да, но тем не менее, на меня, как не на собственника автомобиля, я свободен от таких вещей, как налогообложение на этот автомобиль. Вы не можете это отрицать. Я от этого свободен. Если, опять же, той доверенностью папа не поручил вам платить налоги. Но это уже другой вопрос. Мы в этих вопросах руководствуем. Все тот же Лексус и все тот же Вы. Да просто, чтобы крыша не ехала. А то вы сказали, все права собственности у папы, и тут же говорите, вот такое право. Ну, треть этого права у меня, поэтому кто же собственник? Вы или папа? Дальше, если мы взялись за этот вопрос, он оформлен на него, но гаишник остановит, скажет, покажите страховку. Это никак не отменяет того факта, что он оформлен на него. А он смотрит в страховку. А в ОСАГО вас нету? Да-да. Страховка открытая. Нет, ну, нет, тут вы приводите. Я говорю, допустим, в ОСАГО вас нет, что будет? В ОСАГО, ну, она открытая, а ОСАГО оформлен на ОСАГО. Если бы не было ОСАГО открытой, просто вы там не прописаны. Прописаны три человека. Отец водила и там мама. Ну, тогда все, я не собственник. То есть, получается, из-за какой-то паршивой страховой компании вы лишились права собственности? Ну, по собственности, да. Значит, оказывается, она тоже со-собственник вообще вашего ОСАГО? Потом у вас все хорошо страховка. В глаза гаишника, она со-собственник. Да, естественно. Если нет закорючки от страховой компании, ваше право исчезло. А он приобрел право у вас. Или не возникло. Или право отобрать. А еще там техосмотр есть. Поэтому, понимаете, вот в том-то и дело, что это словоблудие на тему, на кого оформлено, не должно закрывать, значит, от нас всех юридическое того обстоятельства, что на самом деле в собственность включены множество других людей и институтов. А почему, если он пробивает машину в угоне, и у него показывает, он имеет право вас высветить за руля и арестовать машину? Вы будете кричать, папа собственник, у меня права, ОСАГО есть, доверенность есть. Он говорит, ничего не знаю, в угоне. Ну, конечно, придется расстаться с 600 рублями, то есть заплатить ту самую недостающую часть собственности, эквивалент, из-за того, что не поняли, что такое собственность. Но у нас была же другая, вы же хотели помочь в вопросе свободы и собственности. А перешли на право. Я, например, свободен от налогообложения, по идее. Нет? Если я не являюсь собственником по документам. Вы, наверное, свободны, пока у папы есть деньги. А когда они у него кончатся, выяснится, что вы совсем не свободны, потому что тогда, увы, это да. Получается, моя свобода ограничена только одним собственником. Так что является условием чего? Свобода собственности или собственность свободна? Мы совсем про другое спросили. Тогда я не понял, я залипнул. Ничего страшного, надо залипнуть, согласен. Так, двинемся дальше, да? Шаталин Александр. Вопрос не был заявлен? Скажите, какой вопрос выбрали? Раз, раз. Добрый вечер. Здравствуйте. Я выбрал вопрос номер 7. Тему про автомобили как раз-таки. Право автомобилиста – это собственность. Это собственность. Замечательно. Я считаю, что право автомобилиста – это собственность. Вы понимаете одинаково, с каких правах мы говорим? Обоснуйте. Что? Вы одинаково с моим понимаем, о каких правах мы говорим, да? Да, право автомобилиста. Да, да. Имеется в виду не документ на то, что вы собственник данного автомобиля, а это свидетельствует о том, что вы имеете право управлять такими-то средствами. Да, конечно, которые получил в автошколе, точнее в ГАИ. С права найма и прочее. До этого я учился в автошколе, потом в ГАИ защитил экзамен и получил эти права. С получением этих прав я получаю компетенцию. То есть я вливаюсь в систему взаимоотношений между государством, между, в основном, государством и еще страховыми агентствами. А назовите хотя бы с десяток со-собственников, с кем вы, благодаря тому, что у вас есть права, вступайте в отношения. Итак, первое – государство, видимо, налоги, регистрация, да? Страховая, кто еще? Нет, с получением прав я только с государством. Ну, 10 не можете, 5 назовите. С получением, с покупкой автомобилей я, может быть, вступаю с десяток организаций взаимоотношений. Нет, от того, что у вас есть права. От того, что права есть, да-да. С автомобилем гораздо больше будет. Да, я про это и говорю. Да, давайте государство я назвал, потом страховое агентство. Так. Можно назвать других автомобилистов. ДТП, ну, конечно. Отлично, пешеходы. Это 4 уже получается. Стоп, от того, что у вас, я что-то запутался, у вас в кармане права лежат, но пока пешеходам от этого не жарко и не холодно. Если вы не едете. Если вы не едете, да. Да, ну, когда вы правы, конечно. Мы рассматриваем общую ситуацию, вы получили права. А 3-х недостаточно? По-моему, 3 нормальные. Подсказка или напоминание. Есть куча организаций, в которые можете войти только по предъявлению документов. В некоторые только паспорт, а в некоторые паспорт или права. Дальше есть страны, которые туристам поехали, и там... В аренду машины вы выберете? Есть такие страны, где можно вообще без всего. Не брали машину. Есть такие хмурые страны, где только европейского образца, а есть такие добрые страны, где годятся национальные права. Можно взять европейского образца. И еще, возможно, с другими организациями, где меня пускают с помощью прав. То есть я могу предъявить как удостоверение личности вместо паспорта. Например, ночной клуб, паб. Есть отношения найма, при которых есть графа наличия права. Конечно. Профессиональный водитель. Не профессиональный, но в обязанности входит быть водителем. Есть такие, а есть такие, где это просто плюс, вы не обязаны, но если вы имеете права хотя бы любительские, то значит, вы можете совершать работу, связанную с разъездами, и тогда на это имеется... Я говорю, на своей машине, например. На своей, на чужой. То есть первое, это когда вы нанимаетесь, без прав никуда. Водителем нанимаетесь. Второе, нанимаетесь не водителем, но надо на собственной машине ездить, работодатель может поставить условия. Поэтому в резюме пишут всегда, имею водительские права, категория такой-то. Заполняли резюме? Да. Писали там, имею водительские права? Почему? Прав нету? Есть. Стандартное CV, видели стандартное резюме? Там обычно есть графа, водительские права, укажите категорию, значит, для чего это пишут? Смотрите, уже пяток запросто набрали, а вы говорите, три достаточно, даже семь набрали. Ну, хорошо. Не знаю, как сейчас, а раньше при призыве в армию, если у вас были права, то это была, значит, возможность попасть на льготное место службы. При некоторых кредитах преимущество, особенно при автокредитах, преимущество имеет профессиональный водитель. А еще скидки можно получать, если стаж большой и беззаварийный. А скидки не только в страховании же могут быть. Ну, отлично. Вы считаете, аргументированные я привел? То есть, еще что-то добавить, давайте общую картину. Интегральную формулировку вы не дали, я бы сказал, чтобы, поскольку человек с улицы считает, что права автомобилистов дают вам, значит, собственность на эти права, такая тавтология. И, собственно, на это. И считается, что, если думаешь, что права на вещь, то... То есть, собственность на карточку. Вот карточка моя. Типа, как на кредитке написано «Собственность банка», он наивно считает, что это собственность банка. Потому что кто-то на ней написал. Да, это вопрос аналогично, как в 37-м году. Так и здесь. Как на паспортах старых советских было написано, по-моему, и сейчас, собственность СССР. Правильный ответ интегрально состоит в том, что общество устроено сословно-корпоративно, в нем имеется целая иерархия разнообразных групп, организаций. А можно я скажу? Попробуй сформулировать интегрально. Давайте, попробуй. Я начал издалека. В общем, право автомобилиста – это именно тот билет, чтобы войти в систему, в которую ты заранее принимаешь правила, полномочия, и которая тебя на что-то обязывает. То есть права и обязанности. И эти права автомобилиста, они регламентируют и засовывают нас в определенные границы, в которых мы должны находиться. Только пара права и обязанностей, оно и советской идеологии. Помимо прав и обязанностей есть. Они хорошо звучат. Я думаю, эти права будут во всей этой же собственности. Скорее всего. Некоторые более сильные, некоторые более слабые. Да, и обязанности, я говорю. Во все этажи. Я пытался сказать то же самое, что вы сейчас говорите. И собственность – это некая система отношений. И люди по этим узлам распределены. И вы, так сказать, уже родившись, в ней находитесь. Когда вы получаете право вождения, вы автоматически включаетесь в несколько групп. Меняется ваше отношение к собственности. И оно меняется в лучшую для вас сторону. Вы входите в такие группы, куда не попали. И это все группа собственников. Меня всегда интересовало, а сама пластиковая карточка – это чья собственность? Сама вещь, сам пластик. Кому принадлежит? Чья собственность? Чья собственность. Наверное, в банках все-таки вот этот пластик, который они плавляют. Это отдельный вопрос, Ильич. Я бы его распределил. Да, это 37-й. Сложный вопрос. Я уже второй год не могу на него найти ответ, поэтому… Даже если у меня правильный ответ, вы в него не поверите. Нас подгоняют организаторы, поэтому я предлагаю двинуться дальше. Борис Митупов. Вам спасибо, Дэн. Борис, как соотносится сущность и собственность? Подтверждаете? Да. А там был написан очень сложный вопрос. Я знаю. Но вы могли прослушать ответ где-нибудь. Только это вас спасет. Это не воспрещается. Почему? Вдруг он прочитал правильный томат книг. Ну да. Это разрешается правило. Мы могли слушать все предыдущие собеседования и можете заучить на изосте и повторить. Это будет приветствоваться. Точно. Так мы другие вопросы зададим. Итак, как соотносится сущность и собственность? Я хотел бы начать, связать эти два слова с деятельностью предпринимателя. Как мы знаем, предприниматель, его деятельность заключается в создании новой собственности. То есть создание новых отношений между собственниками по поводу ресурсов или производительных сил. Тем самым он изменяет основное качество самой производительной силы, потому что оно вставлено именно в эту цепочку. И это качество можно разбить на мощность, эффективность и стоимость. И это качество, оно прямо зависит от самого предпринимателя, от того, кто пользуется этой производительной силой. Можно сказать, что качество производительной силы является антропоморфным. Итак. Все молчат? Все согласны? Нет, ничего. Возник правильный вопрос. Что такое антропоморфное? Антропоморфное – это то, что зависит от деятельности человека. Без деятельности человека оно прекращает быть таковым. Антропоморфизм с изоморфизмом никак не связан. То в нашем молодых годах… Только с гетерогомомошли. С гетерогомомошли. Да, мы шли ночью, и тогда была песня популярная. За что вы девушки красивых любите, неадекватность. А какая там… Непостоянная у них любовь. Надо было заменить слово «непостоянная» на какое-то крутое, другое. И вот не изоморфная у них любовь, неоднозначная, но не антропоморфная не монтируется. Как связано изоморфизм с антропоморфизмом, если нужно? Или простыми словами? Я употреблял грешен, но я разъяснял. Очень простыми словами, то, что производительная сила, чем отличается от природных сил, тем, что она производит для кого-то, для человека. Человек использует это в своих целях. Именно поэтому качество производительной силы зависит от него. Еще можно проще, чем для физика. Смотрите, возникает вопрос, как померить энергию. Если внимательно вдуматься в смысл энергии, то выясняется, что для того, чтобы мерить энергию, нужен человек. Потому что с его появлением становится ясно, что такое энергия, и это понятие без него неопределяемо. Потому что это работа, которую можно проделать или не можно проделать. Потому что смысл антропомордности в том, что есть понятия, которые без человека определяемы. А есть понятия, которые бессмысленно определяют, потому что они касаются человека и его присутствия возникают. Типа того, зачем на небе звезды? Тут что-то не то. Считают, что они и без вас там находятся. Но у Маяковского есть стих «Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно». В этом смысле, так сказать, это если нужно вам для вашего ответа. Но вы обещали ответить на вопрос, чем отличаются сущность от собственности. Вы хотели сказать, что и то, и другое антропоморфное понятие? Тогда я готов терпеть. Да, я хотел к этому ввести. Ну, так ведите скорее, а то тут народ стасковался. А, ладно, хорошо. Получается, то, что качество является на самом деле сущностью и предпринимательство… Качество является сущностью. А почему качество является сущностью, а не сущностью является качеством? Ну, можно говорить и обратно. Тогда может их просто считать синонимами и одной из двух простоты не употреблять. Если А является Б, а Б является А, у нас вроде как учили, что да, и энтотожество. А то же действительно… Что вот именно это морфно. Да. Тупо морфно. Получается то, что предприниматель, он создает, придает новые сущности производительной силе. А что такое новые сущности и старые сущности бывают? Я вот не знаю, что такое сущность. Я человек простой, несемивый, но… Или порождает сущность. Да, сущность, то, что вот эта производительная сила, она работала именно в такой-то цепочке до этого. И таки он порождает сущности или придает старые сущности новые сущности? Я просто хочу разделить сущность производительных сил и сущности как бы вещей. То, что предприниматель работает… Я спросил, что такое сущность. Если мы считаем, что это все знают, тогда это как-то скучно, и тогда это просто на такой разговорный… Хороший вопрос. Что такое сущность? Да, что это такое? Я вот физик, я в физтех закончил, я инвалид по образованию. Сущность – это то, без чего само это не является темой. Оно определяет… Это что? Можно, если, как говорить, отталкиваться от Гегеля, но я просто не хочу ходить в философию. Но если вы не ходите в философию, тогда, значит, вы употребляете слово сущность в обыденном смысле, где это все на свете. Сущность – это качество, качество – это сущность. Ну, тогда поговорили, разошлись. Сущность – существенна. Да, да. А она является и проявляется. Мне хотелось бы сталкиваться только с понятными, измеримыми, определимыми вещами, которые имеют отношение к делу. Если сущность не является определимой, измеримой, имеющей отношение к делу, то я все понял, взял подножку философию и пошел. Если я физик и только с явлениями делаю, то зачем мне про сущности всякие? Если я физик простой, наблюдатель. А если я физик с физтехой, теорфиз изучаю, то мне про сущности вроде как надо что-то узнать, кроме явлений. Помогите, что такое сущность? Я боюсь, что большинство не знают. Да, да, почему и сложно. Может, они не прочитали эту вторую часть науки логики Гегеля? То есть помощь требуется только от тех, кто знает, в чем там фишка, почему этот вопрос сложно считается. Или тот, кто знает, где и когда сущность является строго определенным понятием. Но помните, поскольку это определение, можно сослаться на Гегеля. Сбыча так забил, что здесь не до философии, конечно, не до философии. Но сущность... Но это определение, поэтому... Сущность, она вытекает из бытия и из его развития. Она является его следствием. И сущность, она предает свою форму, потому как само бытие без сущности не является... Коллеги, а это все транслируется в онлайне? Смотрите. Нет, нет, я к тому, что нас ведь могут с работы выгнать, благодаря вам. Скажут, это замечательно, сущность там, но в рабочее время тут граждане, преподаватели затеяли философский диспут. А у них тем, какая прописана технология предпринимательства, помните, там могут пришить, там, не знаю, злоупотребление служебным положением. Но если повезет, другую статью, но все равно. Но он не покажется, поэтому забывайте. И потом там же народ сейчас выключает приемники и кидается в футбол смотреть. И правильно делают. Они это прилинули как рано. Вообще простая догадка. Я вспоминаю таблицы и представляю, что там есть симметрия большая между сущностью и собственностью. Поскольку если посмотреть большую таблицу, то они сидят ровно посередке вот этих триад. Вот этих квадратиков. И та, и другая сидит в центре, правда, в разных местах. Почему мы про антропа спрашивали? Есть более простая вещь, изоморфизм. Есть некое изоморфное преобразование? Конечно. В больших понятиях, в малые понятия, которые помогают всегда понять. Сущность и собственность находятся в изоморфном преобразовании, в обычной симметрии. Но если прибегать к таблице, если не прибегать к таблице... Таблица у нас во втором семействе только будет залагаться. А вот те курсы, которые в интернете, все уже есть. Нифига, им рекомендовалось посмотреть все курсы, и там таблица во всей красе являлась, а книжка «Смысл» рекомендовалась тоже. Но если прибегать к таблице... Там прямой изоморфизм между сущностью. И соотносить это с Гейгелем и с Платоном, то мы... Можно без Платона лишь бы найти такое место, где сущность перестает быть просто частью философского дискурса и становится строгим понятием в том смысле, что оно стоит точно в отношении одного, в отношении другого и занимает место. Если говорить о социальном человеке, о человеке, у которого есть собственность, который связан со отношениями с другими собственниками, то сам социальный человек немыслим без собственности. И поэтому собственность и является его сущностью. Можно тогда говорить... Я говорю, что человек немыслим без собственности, да ничего подобного. Мыслен только не тот, которого вы знаете. Вот тот, который в позе лотоса сидит и занимается внутренним деланием каким-то, он вполне и мыслен сидел, он уже из него вышел. Он там длинный... Будет ли человек к человеку, когда перестанет быть собственником? По Бердяеву, по-другим. Да, будет, только это не тот человек, которого мы здесь обсуждаем, не тот, кому нужны технологии предпринимательства. Ему это все уже не нужно. Поэтому философски, к сожалению, я не готов к вам согласиться. Собственность, она этапно по отношению к человеку. Но я говорил не об этом человеке, о котором сейчас только что речь, а о человеке социальном. Я говорю как раз об этом, о социальном. Социально немыслим не собственности. А разве все люди всегда были и будут социальными? Разве не бывают людей... Собственность, одна треть социальности человечества. Ну да, даже внутри социальности она не вся, не тотально. Человек, ушедший в осмысление каких-нибудь символов, знаков, либо занимающийся чистыми понятиями, ученый, вы будете сидеть теорию разрабатывать, вы не социальный совершенно. Какой там перенимал социальный? Социальный, но он не собственник. Ой, социальный, но не собственник, да. Он занимается формами осмысления, а вовсе не формами... У Марса, которого вы не читали, который сейчас опять входит в моду, есть такое место, засловно не помню, говорит, что деятельность дирижера, там, деятельность архитектра, это дьявольски серьезное дело, он требует огромных усилий, всех сил, но это не труд. В этом смысле эта деятельность, она не включена в собственность. Человек старается, потеет, он бьется, мы его уважаем, он кладет себя на алтарь, но это не труд. В этом смысле Маркс понимал, что он говорил, он забыл строк, он был выполнен пистехом. Значит, давайте вернемся к нашему вопросу. И не забудьте, что он сложный вопрос. Смысл вопроса был в том, чтобы поглядеть на собственность откуда-то со стороны. В этой стране есть такое место, где есть понятие сущности, оно является строгим. Оно не является поводом поговорить о том и всем, а это означает, что там есть понятие три, оно одно из них, например. И вот мы оттуда смотрим сюда и говорим, а вот с высокой точки зрения собственность это то-то, то-то. И тогда вы видите, вот она тогда началась, потом закончится, и что было до нее, и что будет то. Собственность относится к предстоящему и к послеследующему, так же, как сущность относится к своему предстоящему и к послеследующему. Если окажется, что вот они изоморфны, все три, то мы можем точно сказать, что они собственность и сущность близнецы-братья. — Зачем эти слова вообще? Зачем мы этим занимаемся? Вот есть старый курс, который читался на вышке, «Корпоративная предпринимательство». Там приводится место из Платона, вы упоминали Платона. Идет праздник великих панафеней типа конференция физтехов. Приехали философы, приехал очень крутой философ Парменид, Зенон, это академик, член-корреспондент. А к нему подходит Сократ, которому 17 лет, и говорит, давайте вот мы разберемся, что правильно, что неправильно. Говорю, как стать предпринимателем? Парменид смотрит на него с тоской и говорит, юноша, конечно, это очень важный вопрос, надо бы разобраться. Но дело в том, что перед тем, как разбираться с такими вопросами, надо поупражняться в том, что другие люди называют пустословием. То есть по-нашему, он говорит, надо приобрести некоторую минимальную культуру и понять, что все слова имеют начало, конец, ограничение. Нельзя все называть всем. И если вы говорите, что сущности и качества – это одно и то же, значит, разговор закончился, вы ничего не поймете с предпринимателем. Или тогда вы говорите, предпринимайте все, что угодно. Я чихнул, я предпринял. То есть нужна строгость в понятиях, которые физтехи понимают, нужна еще и для того, чтобы потом вы будете эксплицировать, потом формализовать, потом строить количественные модели, и после этого у вас как бы вырастет эффективность работы. А в противном случае вы так и будете рассуждать, ничего не будете предпринимать. Наш смысл, наш вопрос состоит в том, что взять одну понятийную сетку, где слово сущность – это понятие, взять другую, где собственность – понятие, соотнести между собой и сделать какой-то полезный вывод. Вот границы собственности. Собственность – это не все на свете. Есть нечто, что не является ею. Есть общество, где ее еще нет. Есть общество, где ее уже нет. Вот с ней надо так-то работать. Мы хотим предмет, мы хотим инструменты для работы. Мы не хотим обсуждать сущность, как философское, богословское или иное понятие. Здесь не хотим. Свободное трамотное время – пожалуйста. У нас тут рабочий процесс. Поэтому готовы? Да. Давай я залипну. Окей. Но это сложный вопрос. Не стыдно красиво погибнуть. Тут такие баррикады. Пока не погибнуть. Пока подвиснуть. Артем Радаев, пожалуйста. К сожалению, вопрос не был записан в группе, поэтому объявите его сами. Меня зовут Артем Радаев. На самом деле я готовил седьмой вопрос, но так как его ответили, я попробую ответить на девятнадцатый. Во-первых, в любом вопросе есть глубина, и вы можете ответить на нее по-другому. Ваше право. Во-вторых, да. Всегда можно заменить. Ну, в общем-то, давайте поговорим про интеллектуальную собственность. Можно ли защитить интеллектуальную собственность от кого и зачем? Давайте. Во-первых, что я хочу отметить, интеллектуальная собственность в российском переводе, ну, с английского она переводится дословно как интеллектуальное имущество. То есть… А слово какое там? Property. Что-то такое. Property. А вы считаете, что property – это именно имущество? Ну, я встречал такой вариант, что да, это имущество. То есть это, ну, право на объект. Окей, давайте не будем лезть здесь глубоко. Просто да, в английском есть в частности два слова property и ownership. Но уж если лезть туда, так это надо разбираться там, только ли эти два и какие различия культуры перевода. Окей, да. Закончите ваши мысли. И про чего она является. Так, собственно, как работает патентное право? Человек при оформлении патентов описывает конструкцию какого-то прибора, изобретения или методики. Вот, собственно, оформляет на нее патент. Это значит, что у него есть исключительное право пользоваться объектом, созданным по этим чертежам. Соответственно, ну, конечно, это право действует там, где действует патентная система, то есть где работают институты, которые защищают право изобретателя на патент. В частности, в Китае, по-моему, не очень это работает. Можно ли защитить интеллектуальную собственность? Ее степень защиты интеллектуальной собственности зависит от того, каким образом оформлены эти патенты. То есть какие объекты на основе этих патентов могут быть созданы? То есть от кого защищается интеллектуальная собственность? Пусть он скажет. Интеллектуальная собственность защищается от человека, который претендует стать собственником на эту вещь, то есть создать ее по этим чертежам. Зачем интеллектуальная собственность защищается? Она защищается для того, чтобы у собственника было исключительное право на создание этой вещи. Разве? А что он с ним мог делать? Случительное право. Ну, собственно, это значит, что человек по этому патенту может создать какой-то объект. Слушайте, ну вот я сейчас за три минуты могу его создать. Надо защищать. Я взял и создал. Пока вы рассказывали, я уже взял и создал три раза. Ну и что мне это защищать? Я уже создал, уже торганул. Юрий продал одну штучку. Сергей Баючев, парочку. Сучил. Здесь квантом. Зачем? От кого мне защищать? Я только что пришла в голову симпатичная мысль. Я из бумажки слепил фитюлечку и быстренько расторговал. Объяснив, зачем он нужен в тихо лет. Возникает ли вообще необходимость? И интеллектуальная, наверное, и собственность. И собственность отношений. Что это за тип отношений? Интеллектуальные отношения. Ты чё? Сижу, стебаюсь, это интеллектуальные отношения? Нет, ну это какое-то создание какого-то объекта, которого до этого... Какого? Материального? Да. Ну, не обязательно. Собственность ритуальный, объект материальный. Ну-ну. То есть... Объекта, которого до этого в такой конфигурации не было? Ну, не было и не было. Я хочу понять, кому это надо, что это такое, зачем всё это придумано? Кто вообще это придумал, значит, какая задачка решается? Что за отношения? Почему назвали друг интеллектуальные? Зачем это придумано? Раз собственные, значит, какие-то отношения? Есть какая-то специфика, раз обозначили так неуклюжие, что интеллектуальные, решили защищать? От кого защищать? Зачем? Почему другую собственность не защищают? Или защищают, то ли не так? Ну, собственно, зачем это создано? Как я понимаю, это создано для поддержки изобретателей. То есть, институт интеллектуального права, интеллектуальной собственности, патентового права осуществляет поддержку изобретателя тем, тем, что даёт ему эксклюзивное право создавать собственность на основе его изобретения. А вы же на биомеде учтитесь? Не совсем. А на чём? Ну, на биофизике, скорее. Вы про лекарства слышали? Слышал. Почему они там защищаются патентами на 10 лет, на 15 лет? А ещё, что за бардак? Почему они защищают пятилетним патентом, других десяти, кого-то пятнадцати, а кого-то семидесяти пятилетним? Ну, чтобы те люди, которые затратили силы и ресурсы на создание вот этой интеллектуальной собственности, могли потом эти ресурсы отбить. На создание интеллектуальной собственности или на что? На создание... На создание чего? Ну, на создание изобретения. Изобретение? Молекула изобретена уже сейчас, вот она сегодня лежит. Фильм смотрели, который рекомендовал. Изобретение было сделано пять лет назад. Фильм с этого начинается. На создание... Ну, люди умирают от этой болезни. На создание конкретного лекарства, таблетки. Да. Вложено 800 миллионов долларов и окупаемость 10 лет. Поэтому надо, чтобы 10 лет у них была возможность отбить этот профит. Поэтому вот если я за три минуты создал здесь что-то и продал, то мне защищать не надо, я уже всё реализовал. Ну, Ратюм, в принципе, это сказал. Я знаю, в стране. Он уже упомянул, что это связано с тем, что надо обеспечить жизнь действий изобретателей. Чтобы он не сдохнул. Итак, я уточняю, что когда изобретение требует долгого, тогда и только тогда, когда оно требует долгого цикла внедрения продукта, основанного на этом изобретении. То есть то, чего коммерциализуется. И тогда, когда вложения в эту коммерциализацию велики, и нужно много времени, чтобы их отбить, в этот момент возникает необходимость, когда общество признано говорит, что все остальные, если что-то подобное затеют, сделают, не моги. А так тоже мне запрещают то же самое сделать, и даже лучше. Итак, это некая такая собственность. Я бы сказал, абсолютное слово неправильно. Неестественная собственность. Она условная, специально обусловлена вот этой спецификой. Что есть такие длинные вложения, длинные циклы, и тогда возникает необходимость условно защищать. Хотя вообще говоря, никакой индивидуальной собственности как таковой объективно не существует. Это сложный вопрос, очень интересный вопрос. И понимаете, Александр, что беда какая есть? Сразу все обсудил бы, но у нас давно уже должен идти мастер-класс. Я просто два шага сделаю на то, чтобы дальше этот вопрос разобрать. Значит, мы решаем задачку, чтобы не сдох с голоду изобретатель. Или там, чтобы люди не перестали изобретать. Сам акт изобретения не является социальным отношением между людьми. Акт изобретения, тут уж не отвертеться от этого, каким мы не были социологами, это кому-то взбрело в голову. Да, это социальное, голову формировало государство, он читал труды на языке, это все социальные стереотипы. Наука тоже социальная. Все равно имеется акт озарения, интуиции и так далее. И даже лютый социолог не будет отрисать, что тут не обошлось без трансценденции. Значит, пункт номер один. Мы защищаем того, кого озарила трансценденция. Первое. Второе. Мы защищаем всех, кого озарила трансценденция. Мы поэтов защищаем. Авторские права есть, ведь, наверное, тоже, да? На стишки. Да, да. Хотя это довольно смешно, там по-другому. Это называется плагиат. Потому что нет нужды защищать. Все и так верят, что это мое стихотворение, я его уже напечатал. Но, тем не менее, защита такая есть. Если кто-то написал стих еще раз под своим именем, я могу в суд пойти опять. То есть, не защищают людей, кого озарила трансценденция некая. Значит, дальше всех защищают. Если человек написал идиотские стихии, они не пользуются спросом, значит, смысл защищать. Если изобретение ни к чему не поделает. Как ни странно, все равно защищаете. По умолчанию защищаете. Ну, тем не менее, да, да. Значит, мы здесь занимаемся тем, что есть некие трансцендентные акты озарения свыше через вдохновение и так далее. И результаты их нужны в обществе. Тогда общество думает, как сделать, чтобы чудики не дохли и не разбегались. Потому что если с ним ничего не делать, но он будет как пророк. Он там по пророчеству, его камнями побили. Потом к нам приходят и говорят, вот же человек прогноз сделал. Он объяснил, что этот элеватор упадет там. Это же был прогноз, он посчитал, он физтех там заканчивал. А мы говорим, ну, публика была вокруг, она побил камнями. В этом смысле надо бы и авторское право для пророков тоже, для предсказателей. Но в целом мы сталкиваемся с несоциальным феноменом. Поэтому такая странность. Вроде бы и собственность, она как-то чедоковатая. Копни, и начинаются вопросы очень странные. В каком смысле эта собственность на идею? Мы об этом уже говорили. Идея ему не принадлежит. Из того, что вы открыли остров, не означает, что значит остров ваша собственность. Там тузенцы живут, и вообще он был до вас. Что защищает? Мы защищаем вас на самом деле. Мы обеспечиваем изобретателя средствами к существованию, в надежде на то, что он будет еще изобретать и укрепать нашу оборудование. Поэтому разговоры про то, что это интеллектуальная собственность, то есть собственность на идею, это люди не понимают, что они говорят. Они явление чувствуют, но назвать не могут, начинают лепить всякую отсебятию. Значит, вот подобного сорта отношения нацелено на то, что общество каким-то образом должно удержать инноваторов. Оно должно сделать так, чтобы они, а, не сдохли с голоду, и, б, не разъехались. Как и поэтов. Да. То есть мы защищаем людей, которые либо трансцендентно что-то ударил, либо которые занимались формами осмысления. Но поскольку они исключены из отношения собственности, но они люди, то их надо защитить. И общество их защищает вот таким институтом, названным индивидуальной собственностью, с таким сложным институтом авторского и патентного права. Оно сложное почему? Машина ваш, дом ваш, и вы его передаете по наследству. Патент не может передать по наследству, потому что он десятилетний. Почему он десятилетний? Скажите, Артем, почему патент десяти или пяти лет? Почему он ограничен сроком? В чем дело? Почему нельзя наветить? Мы же ответили как раз. Мы ответили. Если это изобретение не внедрится в течение десяти лет, это во-первых. Чтобы дать отбить свои возможности. Чтобы дать отбить, я понимаю. Я о другом говорю. Вообще собственность, она не ограничена временем. Нормальный случай. Почему эта собственность какая-то временная? Если дом мой, то он мой. И я завещаю его детям, внукам нет проблем. Ну, собственно, здесь два случая. Если в течение десяти лет соответственно изобретатель не внедрил этот продукт, то, наверное, он не очень нужен. Он, соответственно, не очень нужен. Нет, нет. Почему он внедрил? Все нормально. Таблицы производят? Почему это заканчивается в течение десяти лет? Вероятно, в течение десяти лет изобретатель уже там отбил все затраты, которые он потратил на создание вот этой штуки. Ну и чего? Вы построили дом, вы отбили все затраты. А он все равно ваш. Он может лишь отбивать и отбивать и отбивать. Почему? Не, ну лечиться-то всем хочется, а дженерика дешевле. Я понимаю, понимаю. Поэтому я хочу, чтобы он ответил. Я к тому, что... Ну, потом... Это не совсем такая собственность, как все остальное. Я к тому, что потом вот этот вот патент, он отходит общество, и общество может делать с ним все, что угодно. А почему другие не отходят? Почему право на ваш дом не отходит общество? Логично было бы тоже сказать, ну что, пожил, отбил бабки, свободен, дай пожить другим. И все, значит, сюда... Дженеристы заезжают в ваш дом. Я к тому, что вот эта вот попытка относиться к этому, как к такой же собственности на вещи, она приводит к парадоксам. Возникают странные вопросы. Что-то здесь не то. Я говорю, номер один. Если идея то же самое, что нефть, ну хорошо, нефть и убурите. Нет проблем. А идея вроде другой человек тоже может прийти к этому. Точно так же. Нефть находится в этом месте. Это ваша территория. Идея не находится в этом месте. Она не находится на вашей территории. Она не приводна к территории. Она существует как бы везде и для всех. Мы видим уже на самом деле отличия. Первое, которое сейчас сказали, но второе, которое я настаиваю, что вообще дорогим лекарством лечилось малое количество людей, а в общество хочет, чтобы лечились все, как можно больше. И поэтому, когда через 10 лет снятия патентная защита, то дженерики заваливают весь мир этой полезной пилюлей или там антибиотиками в разы в число выздоровавших. То есть получится прогресс и полезность для общества. А если на машине… Доступность, полезность, доступность этого старого способа и возможность создания нового. Давайте мы вернемся к этому вопросу потом, потому что здесь есть вещь, которая относится к любой собственности и вещь, которая относится только к интеллектуальному. То, что вы сейчас говорите, относится очень важно, но относится вообще к любой собственности, потому что собственность с точки зрения прогресса давайте у всех все разделим поровно и всем раздадим, Потому что это справедливо, и люди будут прогрессивно развиваться, а то богатые развиваются, бедные не развиваются. Давайте, попробовали. Получается, к сожалению, не очень хорошо. Но если наоборот поставить жесткие границы и сказать, что это вечно твое, то тогда те, кто беден, будут еще беднее и сдохнуть с голоду. И мы не получим сильных умных людей, которым не обломилось в стартовых условиях иметь хорошую собственность. Получается, что выигрывают будут те, которые от папы получили наследие. Сюда возникает вопрос о правильном следовании. Это относится вообще к собственности, потому что это обоюдно острая вещь. Для прогресса собственность нужна, по крайней мере, пока, без нее никак. Но если ее сделать железной, твердой и так далее, она душит прогресс. Поэтому нужны балансы. Нужно все время искать оптимум, а он все время движется. Он сегодня не там, где вчера. Это относится к любой собственности. Теперь интеллектуальная собственность – особый случай. Потому что идеи, в отличие от вещей, не локализованы пространственно. Они не относятся к месторождениям, которые изначально привязаны к территории данного государства. Они все равно открываются. То есть идея ведет себя не так, как остров. Остров есть и есть. Вы плывете мимо него. Идея лезет сама. Если вы думаете, что вы не открыли никто, они говорят, что через неделю, через месяц, через год она все равно через другого вылезет. Поэтому идея ведет себя как субъект. Возникает вопрос, кто из нас? Имеет ли вообще смысл считать, что кто-то может быть собственником идеи? По здравому смыслу нет. Потому что она по отношению к человеку субъект, а не наоборот. Здесь начинается специфика интеллектуальной собственности. Я цитировал, процитирую еще раз Винни-Пуха. Винни-Пуху сказали, напиши песенку. Имею в виду, что Винни-Пух собственник песенок. Он может достать любую из кармана. И ее отдать в ответ. Винни-Пух сказал, ребята, поэзия не такая вещь, которую я беру, когда хочу. Поэзия такая вещь, которая берет меня, когда хочет. И максимум, что я могу, робко пойти туда, где она меня однажды брала. Без гарантии, что она меня опять возьмет. В каком смысле у человека может быть собственность на то, что вообще говоря, выше человека, свободнее человека, и проявляется в любом человеке, когда захочет. Это вот относится специфически к вопросу об интеллектуальной собственности. Почему закон Гойля-Мариотта? Мы что, платим Гойлю с Мариоттом до сих пор, что они его открыли? Или его родственник? А как они делят? 50-50? А Лаузи и Ломоносовы там с улицы до сих пор? Потому что, значит, они с каждого автосохранения материи должны получать бабки, что ли? А как же? Скажет вам юрист. Американские друзья скажут именно так. Они пытаются. Они даже Луну пытаются продавать. В этом смысле, если патент еще понятно, то авторское право это вообще, я думаю, отживающий уже институт. То самое авторское право, которое он защищает на стежки, на мультики, на картинке. А идея продажи планеты, территории, логично продолжаема. Ведь на будущий год откроют еще одну планету. Вот недавно открыли планету земного типа. По телевизору сообщили. Давайте мы тоже ее запатентуем, пока будем торговать территорией. Давайте будущее запатентуем. И давайте вот я забью, что на послезавтра мы с Маляковым пишем патенты. Все, что будет послезавтра, нам платят деньги. В общем, многим из вас повезет, вы доживете до того момента, когда не будет авторского права и пиратских копий, скорее всего, тоже. Да потому что, в частности, технологически ни одно из интеллектуальных прав окончательно незащитимо. И уже хотя бы в силу этого имеет смысл ставить сроки, чтобы не быть смешным. И бессмысленно встанавливать сроки. Да, если вы поставили срок большой, и технологически вы знаете, что его сломают раньше, значит, вы делаете умный вид и уменьшаете его. Но вот с этими вещами надо разобраться, это очень важно. Вы будете в этой сфере работать, вам тоже надо жить. И даже противники авторских прав желают, чтобы они его имели, потому что это поможет им выжить. И еще более креативно бороться с этими правами, чтобы не сдохнуть с голоду. А все сторонники авторских прав с удовольствием через сторону качают халяву. Конечно. Я много раз наблюдал.